Итак, ребята, сегодня я, Брук Хейвен, вместе с Брайсом, и сегодня у нас будет самый настоящий челлендж, потому что мы стали с ним полностью бомжами, бездомными, вообще без копейки денег. Сегодня у нас челлендж, кто соберет больше денег, то есть кому из нас дадут вообще больше денег, окружающие игроки здесь на сервере, и тот, кто выиграет, тот просто молодец. А я за эту идею благодарю своего подписчика Белка1412, ник в Роблоксе высветится вот здесь. И если вы, ребята, тоже хотите придумывать мне идеи для видео, и чтобы я снимала ваши идеи и делилась вашими никами в Роблокс, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии, там проходит конкурс, обязательно подписывайтесь и участвуйте. Ну, а Брайс, как вы видите, уже переоделся в бомжа, и я сейчас то же самое сделаю, я сейчас тоже стану вот такой бомжихой, только у меня будет такая фишечка, я, конечно же, буду, мне нужно как можно больше собрать денег, то есть больше, чем Брайс. Вот так вот я буду выглядеть, как выглядит Брайс, давайте посмотрим. Да куда он все убегает, бесит так. Вот так он выглядит, у него какое-то надменное лицо, типа такое, ты что мне денег не даешь? Нифига себе, он тут палатку решил забабахать, в воздухе спать будем. Ну, я не знаю, как бы, что собирается делать Брайс, зачем он ставит здесь две палатки, вот так вот странно. Я не понимаю, что он делает, ладно, неважно. Уже подготовились, и теперь можно будет взять табличку, пишем, и вот так давайте сократим, пожалуйста. Все, я готова, и давайте, о, смотрите, тут уже какая-то девчонка. Офигеть, в смысле она Влада забрала? Как это Влад выигрывает? Влад выигрывает! Офигеть, дай мне, пожалуйста, денег, дай мне, пожалуйста, денег. Так, в смысле, как это она его? Нет, так вообще-то не честно. Она чешка, испанка, я не знаю, ладно, неважно вообще, кто она. Она Брайса усыновила, почему, я не понимаю. Дай денег, так, ладно, вот у этой девчонки просим, пожалуйста, дай денег, дай денег. Надеюсь, то, что я хочу победить, я не видела, чтобы Брайсу еще дали деньги. Меня кто-то хочет взять на руки, но мне не надо на руки, мне нужно, чтобы мне дали денег. Пожалуйста, дайте мне денег, умоляю. Так, ты мне дашь денег, пожалуйста. Почему она, зачем он соглашается, чтобы она его забирала? Я не знаю, вообще-то наша цель, чтобы мы получили деньги, а не чтобы нас кто-то усыновлял или забирал домой. Так, дай денег. Да что ты такой, я не понимаю. Там еще какой-то чувак, но он уехал. Зачем он меня постоянно хочет на руки взять, я не знаю, может, она не знает, как денег надо давать? Ладно, давайте посмотрим. Короче, я предлагаю пойти в сторону ООО. Походу, он либо не реагирует, либо я не знаю. Так, я сейчас заслоняю Брайса. Он, походу, не хочет нам давать денег, его вообще-то не интересует. Так, ну я, наверное, предлагаю идти в сторону домов. Погнали в сторону домов, там будем просить деньги. Ну, мы, конечно, не можем сесть ни на машину, никуда, потому что у нас нет денег, чтобы на эту машину. И чтобы на ней прокатиться, мы должны заработать. Для этого нам нужно сейчас идти в сторону домов и там начинать просить деньги. Надеюсь, у нас все получится. Точнее, у меня все получится, и мне хоть кто-то даст денег, потому что все жлобы. Никто не дает денег. Так, смотрите, ребята, здесь. Здесь у нас стоит один дом, в котором мне кажется что-то, что никого нет. Но я надеюсь... Нет, смотрите, там кто-то есть. Давайте попросим, там даже не один человек, офигеть. Мы точно... О, тут открыто. Тут открыто, давайте сейчас поднимемся наверх, и я вот здесь хочу попросить денег. Где этот человек? Я не понимаю, я не понимаю. Я же видела его в окне, он был здесь 100%. Я видела, что кто-то прыгает. Может быть, это какого-то привидения здесь. О, привет, привет, дай, пожалуйста, мне денег. Дай, пожалуйста, денег, и я уйду. Мне ничего... Не надо только меня не банить, ничего. Я просто уйду, дай мне денег. О, так, ребята, мне дали деньги, офигеть. Так, еще одна, еще одна, офигеть. Так, еще одна. Офигеть, мне два человека дали деньги. Два человека. Все, спасибо большое, девчонки. Два человека дали деньги. А где вообще Брайс? Я не знаю, где Брайс, но я его что-то вообще здесь не вижу. Так, смотрите, тут еще одна девчонка. А, Брайс с ней все крутится, она ему дала хоть денег-то. Я показываю Брайсу, что мне две девчонки дали деньги, а у тебя есть деньги? Слушайте, а Брайсу, походу, никто не дал денег. Я выигрываю, ребята, мне уже дали два человека деньги, поэтому это важно. Вот, может быть, вот этой девчонке все-таки, может, она как-то нам даст денег? Ну, мне так точно, пожалуйста, дай денег. Мне кажется, она просто по-английски, может быть, не умеет читать. Короче, ей никто не дает денег, кто Брайсу не дает денег? Мне дали деньги уже две девчонки. Окей, окей, я пока выигрываю. Но мы с Брайсом должны отправляться в следующие дома, хватит тусоваться здесь, в этой квартире, нам надо идти дальше. Пошли дальше, пошли. Ты куда пошел? Хватит, мы тут не живем, мы вообще нигде не живем, мы бомжи. Хотя ты все еще бомж, а у меня уже есть деньги от двух девчонок. Куда делся Брайс, я не понимаю? Я его вообще потеряла. Куда он делся? Где Брайс? Ребята, вы видите Брайса? Я его нигде не вижу. Может, он... А, вот, смотрите, он сверху лежит в чьей-то кровати? Серьезно? Блин, мы вообще-то деньги просим. Алло, ты уже проигрываешь. Он... Она дверь закрыла. У меня, походу... А, нет, все открыло, нормально. Я думала, что все, она меня выгнала и Брайса забрала себе. Где мой личный бомж? Этот, который спит. Да пошли, говорит, что ты тут улегся? Пошли. Я не знаю, что Брайс. Я продолжаю выполнять челлендж. Я прихожу с табличкой и прошу здесь денег. Так, дай, пожалуйста, мне денег. Смотрите. Вот здесь какая-то девчонка. Надеюсь, что она даст нам сейчас денег. Пожалуйста, дайте мне денег. Я вас умоляю, девочки. Умоляю, дайте денег. Да что ж такое? Так, вот реально, Брайс уже там проигрывает. Он просто на диване лежит. В смысле, она, интересно, на мне пишет? А, нет, они вместе общаются. Так, пожалуйста, дайте денег. Я вас умоляю. Ну, дайте вы мне денег. Блин, стоят две девчонки. Нифига не хотят мне денег давать. Это плохо, ребята. Это плохо. Ладно, смотрите, здесь есть еще какие-то другие люди. В любом случае, я скажу так, мне уже дали два человека, поэтому я уже выигрываю Брайса. Так, давайте посмотрим, что здесь. Вот, давай, может, ты мне дашь денег? Ты вроде как бы нормально выглядишь, такая симпатичная. Дай, пожалуйста, мне денег. Умоляю, дай денег. Она не дает мне деньги, ребят. Ну, не хочет она давать мне деньги. Слушайте, она вообще что-то заглючила как-то. Может быть, она там что-то делает? Может быть, она в туалет отошла, и поэтому ее скин стоит? Я не знаю. Ладно, давайте вот сюда заберемся. Тут есть кто-то дома. Тут живет Тоби. Давайте посмотрим, есть ли Тоби дома. Тоби дома, походу, нет, дом пустует. Нет, смотрите, Тоби есть дома. Пожалуйста, дай денег. Хотя, знаете, как-то не очень похоже. А, вот Тоби. Офигеть. Дай денег, пожалуйста, пожалуйста, дай денег. Умоляю, дай денег, дай денег, дай денег. Пожалуйста, пожалуйста. Умоляю, дай денег. Да, Тоби, пожалуйста, давай деньги, давай деньги, пожалуйста. Умоляю тебя, дай денег, дай денег. Только не надо меня блочить. Просто дай денег, и я уйду. Мне не нужно ничего, мне не нужна твоя квартира, ничего. Я не знаю вообще, кстати, где Брайс? Я не понимаю, чем он занимается? И что он вообще делает? Где он? Он все еще в той квартире с той девчонкой? Я не знаю, но я хочу на это посмотреть. Да, посмотрите. В смысле Брайса приоделся? В смысле он приоделся? Вообще-то мы бомжи. Девчонка удалила дом, Брайс остался снова бездомным. Короче, походу, то, что Брайс приоделся, ему это никак не помогло. И все, он снова стал бездомным. Вообще-то мне купили одежду? Да, ага, вообще-то тебе денег никто не дал. Нужно, чтобы тебе деньги дали, а не одежду покупали. Поэтому ты все еще бомж? Теперь ты снова бездомный? Нет, он идет в квартиру, где мне дали девочке денег. Нельзя его, нельзя так делать. Так, ну здесь девчонки, я им не мешаю. Они мне уже дали денег, поэтому, в принципе, не страшно. Брайс, он там, конечно, знаете, он типа, ему одежду купили, но в любом случае это не сработает, потому что нужно, чтобы дали денег. Брайсу никто не дал денег, ему просто купили одежду. Это не считается. А мне дали два раза. Вот, ребят, вы здесь видите, что мне два раза дали деньги, поэтому это считается. У Брайса денег нет. Ребята, ну, я могу точно сказать, а что происходит? А где вообще Брайс? Слушайте, Брайса, походу, забанили, может быть, я не знаю. Давайте мы сейчас посмотрим. Мне два раза дали деньги, Брайс говорит, что ему вообще не дали денег, поэтому я пока что выигрываю этот челлендж. Я этому очень рада, ребята. Где Брайс? А, вот, смотрите, он ходит, там деньги просит. Давайте-ка мы тоже. Он сейчас бегает за кем-то, чтобы ему дали денег. Давайте я вот к этой девчонке подойду, может быть, она даст денег. Так, Брайс, уходи. Возможно, мне дают деньги, потому что у меня написано «пожалуйста», а у Брайса не написано «пожалуйста». Так, здесь какая-то девчонка. Короче, ребята, Брайсу никто не дал денег. Мне кажется, я выиграла этот челлендж, потому что мне дали деньги два раза, Брайсу никто не дал денег, ему просто дали новую одежду, но это не считается. Ребята, напишите в комментариях, кто из нас победил.